Подведение итогов за прошедшие 9 месяцев началось соглашение положительной статистики. За отчетный период на территории обслуживания Межмуниципального управления МВД России Одинцовская прошло 265 массовых мероприятий, в их числе события регионального и всероссийского масштаба. Нарушения общественного порядка при их проведении допущено не было. Мы работали в текущем году постоянно по чисто усиленному варианте снесения службы. Это и выборы, и губернатора, и в первую очередь президента Российской Федерации, это проведение чемпионата мира по футболу. Мы действительно и армию 2018 провели на высоком уровне. И слава богу, конечно, самодача начала увеличить состава. В общем-то, это лишний раз была оценена не только начальником главного управления по Московской области Виктору Кузьмичу Паукову, но и министром внутренних дел Российской Федерации. Соответственно, мы действительно работали в сложный период. Мы выстояли, мы продержались, мы не подвели государство и не ударили в грязь лицом. За 9 месяцев текущего года в дежурные части Одинцовского района поступило 62 963 сообщения о преступлениях и административных правонарушениях. На совещании отметили тенденцию к снижению числа нарушений закона и улучшению показателей раскрываемости с 60% до 63%. Это выше среднего показателя по Московской области, который составляет 58%. Достойные результаты стали возможными благодаря высокому профессионализму участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска, ГИБДД и других подразделений, обширной профилактической работе, а также эффективной координации действий руководителей управления с другими правоохранительными структурами, ведомствами и органами власти. Принимаемыми мерами профилактического характера мы добились снижения общего количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 10,7%, область на 10%, в том числе общеуголовной направленности на 12%, область на 10,8%. Всего уголовной ответственности за 9 месяцев привлечено 1690 лиц. Этот показатель является одним из самых высоких по области. Нагрузка на одного сотрудника по привлечению лиц к уголовной ответственности составила 1,61, при среднеобластном показателе 1,02. На совещании затронули и вопросы взаимодействия с жителями через мониторинг соцсетей и средства массовой информации. Кроме того, обсудили обозначенные главой муниципалитета Андреем Ивановым болевые точки, выявленные им в ходе регулярных инспекционных объездов микрорайонов. Сотрудники полиции проводят активную работу по ликвидации проблемных участков, быстро, четко и своевременно реагируют на все зафиксированные нарушения. В районе продолжается оснащение объекта видеокамерами, которые подключаются к системе «Безопасный регион». Оборудование устанавливается в населенных пунктах на въездах и выездах, в подъездах многоквартирных домов. Одинцовский район является одним из лидеров в данном вопросе. Коллеги, у нас уже 57 многоквартирных домов по району оснащены, это более 170 видеокамер. Причем все эти видеокамеры, они выведены в систему, то есть вы их можете видеть в режиме онлайн. Мы еще получаем новое, это интеграцию видеоизображения, видеокамер в домофонную, именно в домофоны. Это 49 нам пилот даст жабранки. Ну и в следующем году мы также не будем стоять на месте, а будем четко реагировать и на ваши посылы, и на те места, где вам необходимо усилить контроль с помощью видеонаблюдения. Лучшие сотрудники управления, показавшие выдающиеся результаты в оперативной служебной деятельности, получили почетные грамоты и благодарственные письма. Подведение итогов – важная составляющая работы полицейских. Подобные мероприятия помогают выявить рядовым сотрудникам и руководству проблемные точки, определить приоритетные направления деятельности и улучшить показатели своей работы в будущем. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.